Всегда, когда обычно накипит, я приезжаю сюда, чтобы выплеснуть то, что накопилось внутри. После этого, если честно, мне становится легче. У меня были тяжелые дни последние, несколько колоний, СИЗО я посещал, где пришлось мне пережить кучу негатива. Если честно, после каждой поездки в колонию я очень долго отхожу, но сюда меня привело не это. Куча обсуждений и обвинений меня в интернете меня привели сюда. Каждый человек имеет свое мнение и свое видение того, что происходит у него под носом. Так вот, я стараюсь обсуждать те моменты, которые я вижу перед своим носом и то, с чем я сталкиваюсь. Я не обрабатываю никакие силы, стараюсь отходить подальше от политики. Я простой гражданин Российской Федерации, такой же, как миллионы других, которые имеют свое мнение. Для всех хочу отметить, что я не против и я не за. Я имею свой взгляд на происходящее событие, с которым делюсь. Многие сейчас обвиняют Путина во всех бедах. Я хочу сказать, я много думал об этом сегодня, что виноват не Путин во всем, виноваты мы, потому что мы позволяем делать с нами то, что с нами делают. Мы позволяем кто-то осознанно, кто-то неосознанно, кто-то под гнетом каких-то технологий, которыми не управляются массы, но по факту мы позволяем делать то с нами, чем мы недовольны. К этому есть объективные причины, конечно, сейчас в России проживает несколько поколений людей, те люди, которые родились, выросли в СССР, эта категория привыкла без обсуждений, не думая, подчиняться тому, что навязывает власть народу. Следующее поколение, после того, как СССР развалилась, подчиняться не привыкла, но и думать ему тяжело. Поколение нулевых еще не созрело для принятия взрослых решений, которые могут повлиять на жизнь страны. Однако вот такой вот у нас винегрет гражданского общества в настоящий момент в Российской Федерации. Правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, так есть. Я никого не оскорбляю, просто каждое поколение жило в свое время, которое определенным образом воспитало его. Вот и все. Поэтому, обвиняя других, давайте задумаемся о том, что каждый имеет право на свой собственный взгляд на жизнь, который может разниться с другими. Давайте начнем уважать друг друга и стараться понять, почему тот или иной человек пришел к каким-то определенным выводам и почему же какой-то определенный человек видит жизнь не так, как я ее вижу. Я не заставляю никого думать, как я, и соглашаться со мной. Я всегда за конструктивный диалог. Я всегда за живые обсуждения. Я никогда не претендую на истину. Я просто делюсь с вами тем, что я вижу. До свидания. Всего доброго. Храни вас Бог. Субтитры сделал DimaTorzok